В сентябре Национальный академический театр имени Янки Купала, Купаловский театр в Минске, должен был открыть свой 101 сезон во главе с директором Павлом Латушка. Но этого не случится. Павел Латушка был уволен из театра в связи с политической деятельностью, и вслед за ним заявление подали десятки сотрудников и актеров. С нами сейчас на связи один из ведущих актеров Купаловского театра Олег Гарбус. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Его не совсем по политическим мотивам уволили, я скажу. Его уволили за гражданскую позицию. Он ее позволил себе высказать в нашем государстве. Он счел, как и все мы, что государство проявило чрезмерную жестокость по отношению к своим гражданам. А во-вторых, он сказал о том, что выборы были проведены с многочисленными нарушениями, как вверху, так и на местных избирательных кампаниях. Хочу сказать сразу же, что наш Павел Павлович был некоторое время назад министром культуры. Он кадровый дипломат. Затем, после Министерства культуры, он был послом в Париже, в Франции и Испании. То есть, он находился в Париже. То есть, вы понимаете, что человек этот, как бы для него театр, это была в какой-то мере даже ссылка. То есть, вы понимаете, что акулу в аквариуме как бы не удержишь. Понимаете, да? Вот. И с чего все началось? Началось все с труппы. Началось все с труппы, которая позвала директора Павла Павловича и художественного руководителя Николая Николаевича Пенигина на встречу, где мы сказали, что мы не можем мириться с тем, что происходит в нашей стране на данный момент. Павел Павлович сказал, что вы понимаете, что, ну, я вот, даже если вы это скажете, то, ну, меня уволят. Мы говорим, мы сказали ему ответ сразу же, что, Павел Павлович, ну, если уволят вас, уволимся и все мы. Мы, вот, сколько нас там было, 50 человек на тот момент, это был отпуск еще. Но, тем не менее, мы собрались с достаточно большим количеством людей, заявили о своей гражданской позиции, руководство театра нас поддержало. И получилось так, как получилось. После нескольких заявлений, нескольких обращений театра, а также актеров просто и творческих, и не только творческих, просто людей Белоруссии разных профессий, которые были инициированы нашими артистами, и особенно после того, как на фасаде здания появился флаг, который мы считаем историческим, он был уволен в одночасье. После этого нас немножко помурыжили, и на четвертом заявлении, которое я лично написал, после четвертого, четвертое было подписано. Олег, очень мало где театр становится колыбелью революции. Я не припомню такого второго случая. А в Беларуси Купаловский театр, филармония, ну, помимо заводов, помимо фабрик, тем не менее, в том числе интеллигенция становится, творческая интеллигенция, движущая стила революции. Вы колыбели революции? Смотрите, нашему театру 14 сентября 2020 года должно было исполниться ровно 100 лет. То есть 101 сезон, то есть в сентябре, 14 сентября, 100 лет. И я не помню, в каком году, в 18-м, в здании театра, по-моему, было подписано, была провозглашена Белорусская Народная Республика. Я могу... Ну, по-моему, вот такие факты есть. Именно в здании театра. То есть нам, ну, как бы этому зданию не впервой. Мы не хотим революции, мы хотим перемен, мы хотим нормальной просто жизни в нашей стране, нормального человеческого отношения и нормального адекватного лидера, который бы мог говорить с нами уважительно, который бы относился к людям с уважением, а просто за ним публикуют списки, я могу пересылать просто вот все наборы оскорблений, которые он в разное время применял к разным группам, слоям населения, по социальному, по профессиональному, по классовому признаку. Это просто огромный список. Мы хотим просто, наконец-таки, спокойно дышать в красивой стране, хотим улыбаться друг к другу. Мы ходим на эти митинги, мы радуемся тому, что там собираются прекрасные люди. Мы будем опять собираться, мы будем ходить, мы будем собираться огромными толпами, особенно на выходные. Вот. И, по сути, то, что мы сделали в театре, это как бы наша такая забастовка, которую мы довели до конца. Почему вы так боитесь слова «революция»? В слове «бархатная революция» Вацлава Гайвила, Чехии, 1989 года, в Восточной Европе нет ничего плохого? Боюсь употреблять это слово. Я даже не хочу слово «переворот» употреблять. Я бы хотел, чтобы этот человек просто отдал свои полномочия, сложил себя и договорился с гражданским обществом. Он этого не делает. Он этого не делает ни в каком виде, понимаете? Он просто витает в своем мире, у него своя информация. Сейчас уже он говорит, что за меня вышли 3 миллиона человек, при том, что мы видим, что то, что собирают митинги за него, сейчас приехали специалисты российские Russia Today и начинают свою линию гнуть. Митинги эти собирают 600, 700, 800, но в лучшем случае пару тысяч человек, а нас собирается 200-250 тысяч. Он говорит, что за меня по всей стране вышло 3 миллиона. Вот теперь-то мы и поняли, что он в вакууме, он в космосе, непонятно где он. Он не понимает, или его обманывают, скорее всего обманывают. Но не исключаю того, что он лжет, потому что делал он это с завидным постоянством, и он может продолжать это делать. Но мне кажется, сейчас у него легкий информационный вакуум. Честно говоря... А слово «революция» я просто не очень люблю. Честно говоря, я никак не ожидала, но, наверное, со стороны это просто не было видно, что 26 лет Беларуси правил, простите меня, дурак, как он сейчас выглядит. Но я хотела спросить о другом. Путин заявил, что, по его мнению, на уличную активность в Беларуси нужно реагировать. И заявил, что уже создал полицейский резерв для отправки в Белоруссию. Если вы будете так дальше мирно собираться и ходить, и улыбаться, что, конечно, выглядит очень красиво на картинке, вы, наверное, столкнетесь не только со своим чудовищным ОМОНом, но и с нашим, не менее чудовищным. Я не думаю, что они на это пойдут. Я думаю, что это пока просто утверждение для того, чтобы избить какую-то просто в людях политическую активность. Но они просто, они не понимают, они вне контекстов наших, они не понимают, что этого не остановить. Вы знаете, что такое вот, у нас такое появилось сравнение, что такое пожар в болоте? Знаете, что это такое? Это то, что у вас сейчас происходит? Да. Это когда горит глубоко внутри, и никакими пожарными машинами этого не потушишь. Торфянин, да? Люди настолько, да, торфянники горят, горят торфянники. Это вот где-то вот так. И я очень сочувствую России, если она сюда придет, но я думаю, что это голословное заявление, потому что они на самом деле понимают, что это не их дело, и что не их дело спасать пожилого человека, который не может договориться со своим народом. Его самая большая беда в том, что он не может с нами договориться. Не может и не хочет, и не умеет. Он существовал только в узком мерке и черпал информацию, он даже с интернетом не знаком, он это признает, только из тех бумажек, которые приносили ему на стол. Что ему приносили, вы знаете? Я думаю, что никто этого не знает. Он потерял связь с реальностью абсолютно. И он, естественно, боится сейчас гражданского общества, боится что-либо сказать, потому что на каждый его аргумент он заявит, вы что, не видите, что за меня 80% голосовало? Мы скажем, так давайте, что же вы не проведете? Новые честные выборы проведите и убедимся все, сколько за вас. Дорогой наш человек Александр Григорьевич, мы все увидим, сколько за вас, и если это будет ваша чистая победа, пожалуйста, коронуйтесь. Понимаете? Некоторые эксперты связывают страшные события в России, отравление Навального с белорусскими событиями, что Путин и его окружение видят пример Беларуси и заранее устраняют лидера. В Беларуси как-то это обсуждают? Или это очень далеко от вас, не до этого? Ну, сейчас нам немножко не до этого. У нас свои бы новости успеть прочесть, которые накопились за день, понимаете? А что касаемо того, что происходит в России и связи этого с Беларусью, вы знаете, мы давно заметили такую интересную параллель здесь, что вот мы проходим какие-то стадии, стадии диктатуры, стадии ее взросления чуть-чуть раньше, чем в России. Да. Понимаете? Да. То есть вы идете немножко за нами. Мы вам спойлерим вашу историю. Возможно, они тоже это поняли. Я так понимаю, что они к тому же еще и немножко мистики у вас в Кремле сидят, так же, как и у нас. И из-за этого, то есть я думаю, что не исключено, что они вынимают Беларуси и белорусам и стараются оградиться, как могут, от того, что им угрожает. Олег, очень жаль, но надо констатировать, да, на сегодняшний день, вот на этой неделе вы стали безработным актером, как и многие ваши коллеги, как большинство ваших коллег. Я так понимаю, что, конечно, для вас это не может не быть больно, но есть дело поважнее, да, у вас сейчас есть дело поважнее, чем театр? Безусловно. Понимаете, я увидел такой прекрасный плакат в руках у человека, на котором было написано всего там четыре слова. Трусость отцов тире рабство детей. Я всю жизнь живу в рабской системе. Я не хочу этого своим детям. Я пытаюсь держать их как можно дальше от этого, но не всегда получается. Я хочу, чтобы они жили, может быть, в бедной, но свободной стране, чтобы у них были возможности, которые были бы реализованы благодаря их личным качествам и личным талантам, а не благодаря тому, какую ты позицию займешь. Как ты сумеешь вовремя подлизнуть, подмахнуть какому-либо режиму. Я хочу, чтобы мои дети жили и радовались и могли воздействовать на эту систему, если она захочет измениться в худшую сторону. Олег, вы очень заметное лицо гражданской активности в Беларуси сейчас. Вы не боитесь арестов, вы не боитесь избиений, не боитесь за семью, вы не боитесь за детей. Вас очень видно. Вот вы. Да, безусловно, я боюсь. Я понимаю, что в том, что меня видно, в этом мой плюс какой-то, что если уже дотянутся до меня, то есть до человека, я встречаю людей, которые просто в магазинах, на улицах, которые говорят, мы вас поддерживаем, вы молодцы, вы купаловцы, вы конкретно Олег, который сказал вот тогда-то вот это и это, что я сказал, что я выхожу против злочинного, как это по-русскому, в русском языке, против преступного режима, и мне сказали, что вот именно благодаря этому люди стали как-то просто активнее, и если как бы снесут меня, я ведь ничего не говорю того, что могло бы прямо оскорбить власть либо кого-то, я говорю только правду, и меня можно, если меня можно наказать, то только за то, что я говорю правду, и если меня накажут, то они очередной раз распишутся в том, что они ничего не могут сделать против правды, в принципе им не привыкать людей отправлять ни за что, либо в больницу, либо в тюрьму, либо угрожать, либо что-то, да, это страшно, поэтому нервы на самом деле на пределе, эмоциональные качели такие, что вам не передать, мы тут смеемся, тут плачем, и все спрашивают, это я один такой, или, ну, все такие сейчас здесь просто, ну, те, кто остро включаются и остро переживают. Олег, вы в феврале этого года были награждены медалью Франциска Скорины, но так ее не получили, вы отказались, или вам как-то замылили ее вручать? Они, видимо, замылили ее вручать, не то, чтобы замылили, они думали, может быть, это сделать красиво, к 100-летию театра выйти, нас всех поздравить, но, тем не менее, эту медаль в руки я так и не получил, но, когда забирал вчера трудовую книжку из театра, я с удивлением нашел запись о том, что я награжден медалью Франциско Скорин, то есть физически у меня ее нет, но в трудовой книжке она присутствует. Директор, бывший директор Купаловского театра Павел Латушка сейчас, наверное, один из самых заметных лидеров Координационного Совета Оппозиции, и он просто ворвался, информационно ворвался сейчас в ту самую среду, огромную среду, если не только в Белоруссии, но и в России, в Украине, в Америке, в Германии, где угодно, которая очень внимательно наблюдает за тем, что происходит сейчас в Белоруссии, сопереживает. И невольно приходит в голову мысль, скажите, а Павел Латушка будет хорошим президентом? он будет президентом лучше, чем действующий на данный момент. Это однозначно, потому что человек, который воспитанный, который умеет связанно выстраивать диалог, а не монолог, который говорит на нескольких языках идеально, господи, да это было бы счастье для всех нас, наверное. Может быть, он не всем подойдет, потому что многие могут счесть его слишком умным, слишком воспитанным. Но после 26 лет хамства так хочется чего-то на самом деле такого. Олег, а что случилось с белорусами? Почему вы столько терпели 26 лет? Нас было немножко меньше. На самом деле, если он не побеждал с такими цифрами, которые ему рисовали в избиркоме, они были, по крайней мере, больше половины. Долгое время. Потом его рейтинги падали только после обвала популярности, уже после ковида 19, когда люди поняли, что на самом деле нас обманывает пропаганда, нас гораздо больше, чем какие-то условные 5-6 процентов, которые в оппозицию нарисовали, эти отморозки, как говорил он, что эти, вот, их там два человека, они там помахали своими флагами. когда мы наконец не побоялись выйти и поняли, что нас, когда мы не побоялись проголосовать так, как мы считали нужным, когда мы знали, мы голосовали в трубочке, в гармошке, складывали бюллетни и понимали, что нас опять очередной раз обманули, но опять же уже не на всех участках, уже некоторые участки дали настоящие цифры, спасибо им, мы поняли, что нас много, что мы не маргиналы, что мы просто что мы все этого хотим, и понимаете, сейчас мы ходим на митинги, мысль сочетаем с эмоциями, мы не то чтобы проклинаем власть, но мы желаем ей скорейшего отхода, и я думаю, что вот теперь уже, в общем, понимаете, когда однажды просто просыпаешься в другой стране, вот мы в ней проснулись, и нас стоило уже не загнать. Я очень надеюсь, что вы правы, что Беларусь идет впереди России, и нас это тоже ждет, и мы смотрим на вас, конечно, с очень большой надеждой, и желаем вам победы, желаем вам победы, и прекрасной своей страны. Спасибо, Олег. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Живи, Беларусь! Живи, вечно! Можно так, можно так, а можно... А можно вот так. Серд, да. Вам. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok